Всем привет! Всем привет! Это опять мы, Александр и Марина. Вы на канале из Приморья с Любовью. И мы сегодня едем за картошкой. Помните, может быть, кто давно нас смотрит, у нас был видеоролик, что мы раньше ездили к фермеру в поселок Рыбное. Тут прям вот недалеко, близлежащий поселок от Калининграда, где мало луговое, луговое, да, Рыбное. Но что-то мы завязали туда ездить, потому что, к сожалению, как только началась пандемия, у них... Придерживались. Кризис чуть-чуть произошел какой-то, потому что они раньше продавали очень много картофеля, того же, например, и других овощей литовцев. Я думаю, что проблема была другая. Другая? Ну, конечно, у них сорт какой-то гнилой. Был хороший. Ну да, потом они как-то поменяли. Может быть, семена извелись у них, не знаю. Ну, короче, у них овощи как-то стали хуже, все стало потороже. Сегодня ролик называется «По дороге за картошкой». За картошкой, да. Знаете, ездят раньше на картошку, вот мы за картошкой. И вот мы когда были на фермерской ярмарке, кто смотрел тоже этот наш видеоролик, если нет, посмотрите обязательно. То есть в Калининграде действовала в этом году с конца лета и до почти поздней осени фермерская ярмарка. И мы там познакомились с фермерами из поселка Митина. У них собственное поле, они выращивают разные овощи, очень вкусно. Единственное, только цены, конечно... Очень страшные. Вообще страшные. Ну, причем это не у них одних. Пиво упаковками лежит, знаешь? Да, выбрасывают. Просрочка. Вот смотрите, в это время, когда получается сейчас 5 декабря, то есть новый урожай картофеля собран, мы покупали мешок 20-25 килограмм, наверное, рублей за 200, 250 раньше. 200-300 рублей, особенно зимой. Да. Она чуть-чуть дороже становилась под весне, потому что новая не наросла. А старая мало у кого сохранилась. И кто нормально ее хранит, то она была даже, как-то, всегда вкуснее старая была, чем молоденькая. Молоденькая такая, рыхленькая. А сейчас, представляете, мешок 25 килограммов картофеля 750 рублей. Как в Владивостоке? 750 рублей. Ничем не отличается. Это получается сколько за килограмм? 30 рублей? Было по 6, стало 30, да? Ну и в магазинах, кстати, то же самое. То есть цены-то не упали по 6, по 9 килограммов. Нет картофеля? Ну, я думаю, что это связано больше, наверное, с тем, что рост цены на топливо. Может быть, конечно. У них фермерам сейчас тоже достаточно сложно. Но картофель хороший, поэтому покупаем у них уже третий раз. Поедем именно к ним, покажем вам, если вам интересно и полезно. То есть, что еще маленькое, и это все, как-то сказать, выгоднее будет везти с Египта или еще оттуда. Или с Китая, как во всех регионах, да? Да, а из-за чего? Потому что там будет сильно низкая цена, и по транспортировке выйдет то же самое, что садить здесь. Да. Только садить не надо. Да, никаких трудозатрат. Да, поэтому многие товары замещают именно вот откуда-нибудь привезенные. А вообще, сегодня у нас немножко другая тема на самом деле. Очень часто стали писать подобные комментарии или вопросы, поэтому мы решили объединить их все в одном видео. Ты маленько покажи, у нас так-то наступило уже зима. Вот так. Передвигает чуть-чуть. Да, да, да. Ну, конечно, зима. Ты можешь за кадром рассказать. Да, мы так за кадром и будем говорить, показывать вам дорогу, город, что у нас тут происходит. Сегодня чистенько, в принципе, сейчас охота еще бы думать чуть-чуть машину. Сегодня чуть-чуть прохладнее. К среде обещают до минус 12. Ну, ладно, ты же знаешь, что это. Сухо будет зато, чисто. Минус 12 будет не те. Так вот, возвращаемся к вопросам. Итак, одна из наших подписчиц пишет, а это был видеоролик, где мы снимали в Зеленоградске комплексы новые в море. Пишет, добрый день, как соотнести низкие зарплаты и высокие цены на жилье? Жилье строится только для Москвы? Для чего эти квартиры? Для отдыха? Для кого? И вот мы решили немножко с Сашей сегодня порассуждать, поговорить на эту тему. Для кого же, да, строятся квартиры в Калининграде сейчас, в настоящее время, в 2021 году? Ну, мое личное мнение, это, наверное, больше связано с тем, что квартиры не растут в цене, а пытаются, как тебе сказать, заместить то население, которое здесь есть. Сейчас? В плане, как тебе сказать, сделать из Калининграда... Резиденцию. Какую-то, как цветной бульвар. Знаешь, вот, если взять в совокупности, все планировали, чтобы, ну, хотели, чтобы в цветном бульваре жили только те, у которых, ну, достаточно средств на эту жизнь, а не всех подряд. Ты будешь эконом сейчас практически, ну, отсутствует по застройке-то, я имею в виду. Ну, да. Не, не, вообще, конечно, посмотреть на саму застройку, он, может быть, и присутствует, но... Цены такие, как будто это уже не эконом, да? Да, ну, а сам эконом по факту отсутствует, то бишь, программа переселения из ветхого жилья, наверное, тоже сейчас уже отсутствует, потому что, ну, как они будут переселять-то по таким ценам? Ну, средняя стоимость квадратного метра, ну, наверное, 100 тысяч, где-то около 100 тысяч за квадратный метр сейчас. Ты знаешь, Алиханов год назад выступал, там, говорил, что, типа, я тут одну деревянку отдам, сколько-то тысяч квадратных метров за трое, и все цены, цены сеть, типа, упадут. Да, 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 да. Ну, год же прошел, и что-то как-то ничего не поменялось в этой жизни. Вот поэтому... Кто у нас давно смотрит, знает, что мы несколько раз там пытались рассуждать о том, когда же упадут цены, и причем все аналитики говорили, что да, вот-вот это произойдет, все инвесторы, кто следит за неизвежимостью. Естественно, вот выводы можно сделать такие, что дело не в цене, и не смысл в этом только в том, что, я считаю, что пытаются заместить население, потому что есть другой интерес вот в игорном бизнесе, как говорится. Это то же самое, что, вот смотрите, сейчас ситуация там же, ну, в Краснодарском крае, да, допустим, в том же, в Сочи, в Геленджике меняют генплан. Для чего меняют генплан? Они же все равно сделают то, что они решили. Ну, да. Потому что они уже придумали эту фигню с генпланом, и они понимают, что будут какие-то возмущения, и они в себе, как тебе сказать, ну, полностью уверены, что они, ну, подавят какой-то мятеж или еще что-то, понимаешь? Я тебе вот к чему говорю, что смысл в этом такой же. Потому что смысл в том, что они, как тебе сказать? Заправляются? Ну, поделать бы только, я не знаю, ничего не задавал. Хочет идти. Публики. Сейчас, извините, прервемся, заправимся и продолжим. Мы продолжаем движение, мы продолжаем разговор. Беседа. Сегодня в СМИ, в новостях опубликовали, что за последние 10 месяцев в Калининград прибыло 26 тысяч населения. Я не знаю, много это или мало, но сколько у было, главное, не озвучили, да? Ну, у нас всегда так, потому что все говорят, озвучивают, рекламируют, что все прям едут, едут, едут. Действительно, вот вы знаете, когда мы меньше общались с людьми, которые приезжают именно в наш регион, это вроде как и не сильно замечали. А сейчас у Саши такая работа, что он постоянно общается с людьми, которые приезжают как туристы, по работе, или как раз с целью переезда будущего. И услышать их мнение порой очень интересно, да? Ну, в основном, конечно, это огорченные туристы, которые... Ну, в основном, я не говорю, что они все огорченные, но в основном, конечно, ожидания, они намного... Неоправдаемые, да? Намного выше, чем... То, что они увидели. То, что они увидели, да. Потому что, конечно, для многих это очень интересно, увидеть и Светлогорск, и Зеленоградск, и Косу, и Балтийск. То бишь, это в любом случае, как тебе сказать, ну, не российская глубинка. Ну, да. В любом случае, какая-то архитектура, готические потолки многим нравятся. Я просто к тому, что многие, которые смотрели ролики в Ютубе от Министерства культуры Калининградской области, они видели всякие замки, и 90% приезжают, снимают машину, и куда-то едут сами, прутся. В основном, я говорю, ну, вот смотрите, вы сняли машину, ну, и что, и куда вы поехали. Даже по Светлогорску нужно понимать, где машину припарковать, куда пойти, к каким маршрутам. Ну, там же не просто так ходить по прямой, или там по кругу озера, или еще как-то, понимаешь, там же тоже есть какой-то приоритет. Вот, поэтому вот, смотрите, Nissan Leaf пошел, говорят, нет, кстати, слем рулем. Ну, так. Вот так вот. Ну, вообще мы больше, конечно, не к тому, что люди совсем другие теперь приезжают в область. Совсем другие, чем когда было год назад, два года, пять лет назад. Люди приезжали просто с эйфорией, как бы, сейчас, наверное, стало поменьше таких, по крайней мере. Да, интересно так у нас этот сним лежит, да? Мы же всегда снимаем, когда мы, например, снимали? Зиму? Ну, когда мы здесь катались, мы можем, кстати, девчонок сюда привезти. Ну, ладно, в следующий раз. Так вот, мы просто к тому, что смотрим, что действительно вот эти квартиры, цены на квартиру удерживаются специально. Возможно, в ваших регионах уже началась какая-то регулировка цен на недвижимость, какая-то корректировка. Катальчиков. Да, но мало в этом году пока. Не сказать, что их много, но потому что у нас сейчас каша. Да, да, да. Пока еще погода не способствует. Марина хочет сказать о том, что на самом деле контингент меняется. Потому что нету сейчас таких прям замороченных. Прошлый год, помнишь, мы все анализировали. Там, не знаю, этот Нахимовский квартал опустится, цена или нет. Построят, не построят. Позиционировали, что они там через два года только построят все, да? Практически за год все уже осилили. И вещи чуть-чуть. Вот, видишь, полосочками стеклянки что-то. Вот так, хорошо. Все могут видать. Вот, а сейчас, конечно, ну, судя по последним вот этим все статистикам, мне кажется, что дело прям не в цене. И просто у нас происходит какое-то замещение. Поскольку, если поанализировать тот же Авито, блин, ну, честно скажу, вот столько, столько много, на самом деле, в Калининградской области предложений даже домов хороших, неплохой цене там, в пределах двух миллионов. И сто квадратов, и семьдесят, и восемьдесят, и с землей, и с территорией. Ну, видно, что люди валят. И поезжают. Ну, а как, кто будет там, не знаю, какой-нибудь поселок Лысовка, там, смотришь, у них дом немецкий, стоят двадцать квадратов, территория большая под зас... Ну, потому что люди-то изначально жили, садили картошку, там, какое-то хозяйство. Ну, из-за того, что границы закрылись, и больше нет смысла, из-за чего, непонятно. Не знаю. Ну, я имею в виду, что отказаться от квартиры, это одно, это, может быть, кто-то вкладывался, может, кто-то хочет денег заработать. А когда люди продают такие недвижки, еще по такой цене, что, ну, заберите, а то мы сбиваем на самолёт. Угу. Я, вот про что говорю. В пределах двух миллионов хороший дом купить, до квадратов, с большой территорией, и, не знаю, с любой глубинки России могут приехать и... И жить. Да, вести хозяйство. Так же хозяйство собственное, да. Не заморачиваться о какой-то работе, там, я не знаю, неработе. Ну, как-то вот мало такого населения едет, которое из глубинки и тоже в нашу здесь местную глубинку. Все хотят жить у моря. Либо в центре Калининграда, да, все в пешей доступности. И чтобы вот, как застройщики рисуют, что вот через мост перешел, и ты в Польшу. Потому что, знаете, мы общаемся со многими подписчиками и видим, что бы вы нам не писали в комментариях, но, тем не менее, люди едут из-за Европы. Они ждут, что либо Калининградская область когда-нибудь, либо она станет самостоятельным регионом и войдет в Евросоюз, либо ее вернут куда-нибудь в Германию, либо еще что-то произойдет, и все, и мы в Европе. Либо откроют границы, и мы будем в Европе, в Европе, в Европе. Все, вот, ну, прям вот, тем более это люди, да. Тем более, вот мы говорим это как раз о тех людях, которые сейчас с деньгами едут, потому что для них цены на квартиры нормальные. Мы не будем, как бы, обсуждать регионы. Не будем. Это не обязательно Москва. Не обязательно, да. Хотя там достаточно много желающих оттуда. И в других регионах есть люди, которые с деньгами. Кстати, я вам скажу, что в последнее время не сказать, что прямо у нас там Дальний Восток просветает. Нет, и в Сибири очень много на самом деле людей. С севера люди едут. С Якутска очень много едет. Потому что здесь погода еще позволяет. Это как на Дальнем Востоке. Вот смотришь, вроде кризис, да? Потом бац, якуты поехали машины покупать или казать, да? Да, да, да. Без документов. И вроде все дальше опять продолжается. И здесь примерно так же. Это, кстати, дорога на Горюс. Да. Ну и получается, что в основном-то, в основной массе вот эти люди едут, они все-таки едут не работать здесь, не развивать в области. Да, не развивать. Они либо где-то уже работают, либо у них бизнес где-то в области. То, что вы купите квартиру, это не развитие регионов. Конечно. То, что у нас понастроили много жилых комплексов с благоустройством внутри только самих комплексов. И при этом не создали даже, не построили ни дополнительные поликлиники, ни школы, ни детские сады. Они как-то единично строят только сама администрация. Застройщики же ничего не строят. Только ЖК. Это я все-таки считаю тоже не развитие города и не развитие области. Вот, поэтому, не знаю. В Калининграде действительно чувствуется, что совсем другие люди едут сейчас. Просто ощущение жизни здесь другое. Знаете, вот лет даже 5-10-15 назад очень много людей переезжало, у которых были какие-то родственники, например, в той же Европе. Или по программе переселения, кто там пытался как-то попасть в Германию, но по каким-то причинам не смог. Они здесь оседали. Например, родственники переехали, а они здесь остались. И это были не обязательно богатые там какие-то люди, да. А сейчас им получается дорожка многим отрезана сюда. То есть вот мы общаемся с людьми, есть и многодетные семьи, есть и люди, которые на пенсию именно копили на квартиру в Калининграде, а теперь они не могут здесь ничего приобрести. Да, многие едут и говорят, блин, ну вот есть 4 миллиона, будем ехать к вам и будем смотреть, что можно купить. А совсем недавно вроде разговаривали. Например, мы сколько лет здесь живем, 6 лет, зимой покупали картофель, всегда 300 рублей, 250 даже было. А сейчас 700. 750. А в принципе-то ничего не поменялось. Доходы-то остались те же самые. Дорплаты не увеличились. Мы даже не говорим про нас там или еще про кого-то, но просто вот что все остальное осталось как было. Ну, а на самом деле каких-то грандиозных предприятий тоже здесь не появилось. Рабочие места особо не добавились. Маленько строители пересмотрели свои взгляды и строят сейчас недвижимость такую, на которой можно реально денег заработать. А раньше строили все-таки больше, ну как-то не то что эконом-класс, но более доступное жилье было. Вы знаете, есть еще миф такой, заблуждение у людей, что раз в области очень много идет строительства, значит требуются строительные специальности. Не требуются, ребята, знаете почему? Потому что очень-очень мало строительных компаний имеют собственные рабочие силы. Да, подрядчики все. Очень часто подрядчики московские из Москвы или откуда-то из регионов. Зачастую подрядчики все не местные. Не местные, да. Ну, потому что, естественно, сами подумайте, все используют дешевый рабочий труд, я не говорю там про какие-то нации или еще кто-то. А то, что вот шабашники, которые занимаются ремонтом квартир, например, да, их много разных. И действительно найти хороших очень сложно, потому что все пытаются чем-то и как-то зарабатывать. Но, не знаю, если вы прям хороший специалист, зарекомендуйте себя быстро, наберете себе клиентов. На светофоре был нарисован этот, скажи мне, вот сигнал, только он был белый. И была, как тебе сказать, стрелочка направо и человечек нарисован. Какой-то новый дорожный знак. Новый сигнал светофора. Ну, понимаешь, так стрелочка и показывает на человека. Да, человечек такой. Да, мы едем по Гуревску с вами. Да, Гуревску. По центру Гуревска. Ну, конечно, Калининград, область, тот же Гуревск, возьмите, конечно, ну, как развивается. В плане того, что вот дорогу построили, ну, это же, не знаю, дорогу построили. Дороги стали лучше, скажем так. За те 6 лет, которые мы здесь живем, дороги стали лучше. Ну, поскольку надо же что-то людям как-то приманивать надо. Если они будут только строить недвижимость, наверное, ни к чему это не приведется. А вот так условно, чтобы, ну, знаете, сказать прям зачастую, блин, нифига снимать, это будет правдоподобно, да? Ну, да. Вот зима пришла, даже особо и погулять-то негде, потому что сейчас больше грязи, и вот, не то, что тем нету, тем полно. Потому что вы видите, что мы часто очень снимаем ролики из машины, потому что, ну, хоть вам хотя бы область как-то показать там, или Калининград немножко, да? Ну, да, да. Не один нашей физиономии смотреть, да? Конечно. Сейчас вам покажем вот дорогу до картофеля. Он только вот сам уже сказал то, что мы что-то сейчас в 3 дорога купим, да, и как-то... И главное, ехать за 700 рублей они должны мне домой привезти. Нет? Ну, по идее, да. Бензин, блин, он 52 рубля. Угу. 95-й. А, еще что-то. О, давай мы это выключим. Не знаю, будем про картофельку-то? Ну, будем. Знаете, просто я помню, что когда мы приехали в Калининград, то общались с другими людьми, которые по соседству везде вокруг жили. Все спрашивали, а вы где купили квартиру? Вот здесь, вот в этом комплексе. О, нет, для нас это дорого. То есть для местных было как-то всегда дорого жилье. А сейчас, наверное, оно вообще супер недоступно. Не знаю. Хотя говорят, вот у нас застройщик, недавно мы общались, он сказал, что у меня за последний месяц продано там 20 квартир, из них 15 местные. То есть калининградцы продали свои старенькие там, старенькие квартиры приезжающим и купили сами, наконец-то, себе в новом комплексе, о чем они мечтали. Не знаю. Кто уже знает. Ипотеку. Ипотека вообще страшное слово для Калининградской области. Вообще сейчас, наверное, страшное слово. Ипотека, кредиты. Да. Когда-то их нечем их обеспечивать, то это вообще как-то... Мы свою первую ипотеку брали как раз лет 10, наверное, 12 назад. Но это было другое время. И тогда было другое время. Тогда ее давали под такие проценты. Тогда надо было определенный там первоначальный взнос иметь не меньше 20, по-моему, процентов. То есть были такие условия серьезные. Нас проверяли там по работам и по всем год и до, с кучей бумаг и прочее. Сейчас дают это легко. Первоначальный взнос минимальный. И получается, людей в кабалу загоняют такую, что... Квартира стоит 5 миллионов. Я 500 тысяч внес. И 4,5 миллиона взял в ипотеку. А в том, что ты вот, как тебе сказать, когда ты берешь ипотеку... Вот мы жили в Владивостоке. У нас был бизнес. Мы с тобой предполагали, сколько ежемесячно мы можем что-то там, не знаю, мотор продал уже. Вот я отбил ипотеку, ну, месячную, я имею в виду. Выплату. Выплату, да. А когда ты берешь кредит или ипотеку в Калининграде, это непредсказуемо. Ты сегодня работаешь, завтра не работаешь. Я-то тебе говорю про это. Вот про эти возможности-то. Приведу пример наших знакомых, наших друзей. Он работает в ресторанном бизнесе и официантом. В очень хорошем ресторане, крутом в центре города. Он новый, модный, поэтому там достаточно много всегда посетителей. И, естественно, такие люди зарабатывают больше не на окладе, а на чаевых. Наш знакомый говорит, что до 70 тысяч в месяц выходило вот летом. Вот. А жена его, супруга, работает в детском саду. Она педагог дополнительного образования. Вот. Ну, зарплата, конечно, небольшая, но плюс у нее есть еще репетиторство дома, так как она английский язык преподает, знает в совершенстве. Вот. И у них квартира собственная, двухкомнатная. Они решили приобрести еще одну на побережье. Маленькую, небольшую квартирку. Может быть, под сдачу, может быть, себе для отдыха. Вы, по теху, помогли родителям? Ближе к телу. Я к тому, что вроде выплата небольшая. Сильно далеко заходишь. Нет. Я подробно рассказываю, почему. Выплата небольшая, 10 тысяч в месяц. При таких доходах, которых у них... Да неважно, какая выплата. Вроде нормально, но... Оп, ввели у нас эти QR-коды. Посещение только с QR-кодами. В ресторане пусто. Какие чаевые? Какая зарплата? Просто все ограничения, которые у нас есть, они связаны больше с нашей жизнью, то бишь, с уровнем нашей жизни. Детские сады и школы отправили на каникулы. Дополнительных занятий нет. Все. То есть люди в одночасье с доходов 100 тысяч перешли в минимальный доход. А остальные выплаты никто не отменял. Мы приехали. Пара картошка закрытая. Закрытая. Они сказали, есть у них там, встретят вас. Сейчас позвоним, да. Что, мы будем показывать или... Ну, колючий забор. А, нет, не колючий. Чуть-чуть колючий, да? Да, колючий. Ну, короче, смотрите. Приезжаете... А, не доезжай Митина, на поворот, да? Или мы проехали? Да, Митина и есть. Митина и есть. И вот такие вот здесь вот ангары. В этих ангарах у них хранятся овощи. Сейчас мы позвоним фермеру. Да, наверное, скажем всем пока на этом. А то мы и так рассуждения... Картошка, не картошка. Рассуждение только с тем, что все строится, все развивается. К нам приезжают тысячи людей. Но смысл в том, что у нас работы больше не стало, жизнь лучше не стала. И зарплаты не повысились. Да, поэтому... Закредитованность населения, как во всех регионах. Третье выводы. Еще бы дорожку нам сделали бы в Россию. Хотя бы люди, которые сюда переезжают, могут заняться хоть чем-то. Ну да. Я не знаю, продажа чего-то. Возить что-то. Из России. Из России, из Китая или еще откуда-нибудь. Ну как-то развивать... Вот тогда было бы развитие региона, да? Малый бизнес, да. Поскольку в любом регионе легче, на самом деле, чем жить здесь. Потому что... Да сейчас вы скажете, вы же не уезжаете. Да. Дайте время, дайте время. Мы так быстро не можем. Нам надо еще понять, куда нам ехать. И вообще, что делать дальше. Да. Так что всем добра. Всем пока. Пусть у всех...